А как возник сюжет, трудно быть богом? Никита Сергеевич Хрущева с творческой интеллигенцией в Манеже. Ориентиры все в повести подменялись и мы написали повесть о том, что с этими жлобами ничего не построишь и ничего вообще не сделаешь и ничего хорошего нас не ждет. И всегда позади воронья и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки с ложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом с палачом, значит в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на уз намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит нужные книги ты в детстве читал. А были у Руматы какие-то жизненные прототипы? Нет, Румата это совершенно выдуманный тип, просто имя, я уже забыл, что оно означает по-японски, Аркадий Натанович где-то изблек это имя, оно нам очень нравилось, когда мы еще ничего не писали и были совсем молодыми людьми, мы очень активно играли в этого Румату, Румата был герой, Румату Аркадий Натанович представлял как сына Тарзана, даже хотел о нем писать специальную повесть, но ничего не написал. Но само имя сохранилось и когда у нас появился подходящий, как нам показалось, герой, мы назвали его Румата. Как по-вашему, кем и чем мог бы стать Румата, окажись он в реальной российской жизни? Вот в трех ее эпохах. Вот тогда в 60-е, потом во времена так называемого застоя и вот сегодняшняя Россия. Вы знаете, я этого не представляю и представить не могу. Румата это порождение определенного мира, мира несуществующего, но довольно хорошо продуманного, в этом смысле он, так сказать, литературно реален. Но он недостаточно реален для того, чтобы жить и действовать в наших мирах, будь то мир 60-х или будь то мир сегодняшний. Ну, что бы сделал Вронский, оказавшийся в наше время? Он был бы совсем другим человеком, согласитесь. Герои времени. Румата. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Впервые в эфире 9 ноября 2003 года. Говорит Радио Свобода. Программа из цикла Герои Времени. Румата. Из повести братьев Стругацких «Трудно быть Богом». Сочинение Аркадия Бориса Стругацких появилось в 1964 году и сразу стало бестселлером, хотя такое понятие в советском литературном обиходе не употреблялось. Может быть, появившаяся годом позже другая книга тех же авторов «Понедельник начинается в субботу» была еще более популярной, став настольной для самой активной прослойки шестидесятников – технической интеллигенции. Тех самых физиков, которые в душе были лирики. Однако энтузиазм задорных персонажей братьев Стругацких и их читателей довольно быстро выветрился от перемены социально-политического климата в стране. Повесть «Трудно быть Богом» ставила более долгосрочные вопросы. Напомним. На далекой планете, которая находится в глубоком, невежественном и жестоком Средневековье, присутствуют тщательно замаскированные наблюдатели с Земли, уже достигшие общественной гармонии. Русский молодой человек Антон под именем Руматы, благородного дворянина Дона Руматы Эсторского, принадлежит к высшей аристократии государства Арканар. Он, как может, старается помочь всему светлому и прогрессивному стране, но может он очень мало, поскольку не имеет права на вмешательство в чужой исторический процесс. Лучший боец Арканара, владеющий невиданными приемами, одетый в непробиваемую кольчугу из неведомого материала, он вынужден бессильно смотреть на произволы казни. Наконец, Румата не выдерживает, берет меч и обрушивается на темные силы, поступает по совести, проваливая поставленную задачу. Конфликт между чувством и долгом решает в пользу чувства. Рационализм просвещенного человека в нем смешан с рыцарским кодексом чести. Средь оплывших свечей вечерних молитв, Средь военных трофеев и мирных костров, Жили книжные дети, не знавшие битв, Изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, И дрались мы досаден до смертных обид, Но одежды латали нам матери в срок, Мы же книги глотали пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, И сосало под ложечкой сладко от врат, И кружил наши головы запах борьбы, Со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, За воинственный клич, принимавшие вой, Тайну слова приказ на значение границ, Смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних воин и смут, Столько пищи для маленьких наших мазков. Мы, народи предателей, трусов и ут, В детских играх своих назначали врагов, И злодея следам не давали остыть, И прекраснейших дам обещали любить, И друзей успокоив, и ближних любя, Мы, народи героев, водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, Краткий век узабав столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать, И оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев, Ещё тёплым мечом, И доспехи надев, Что почём, что почём, Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, И попробуй на вкус Настоящей борьбы. За последние 15 лет, по крайней мере, две вещи, мне кажется, Касающиеся этой повести, актуализировались. Марьетта Чудакова. Мы увидели, как люди, реальный человек, Может вмешаться в ход истории страны и, в общем, повернуть её. Несколько людей на наших глазах вмешались. Горбачёв, Ельцин, Гайдар. Гайдар переломил хребет советской власти. Экономически переломил причём. Но пафос книги прямо противоположный. Не надо вмешиваться. Ну так это не значит, что нет интереса. В этом интерес снова обсудить эту проблему. Надо, не надо. Сколько у нас сейчас людей, которые никогда не были в Китае, Но обожают рассуждать, что нам надо было выбрать китайский путь. Я вот 7 дней пробыла в Китае позапрошлое лето. И, наоборот, всё поняла, так я скажу надменно. Всё поняла. И так знала, что совершенно это не наш путь. Но тут ещё больше поняла. Второе. В самые последние годы, Ну вот буквально в самые-самые, может быть, даже последние 2-3 года, Актуализировалась проблема декоратии. Что такое большинство? Вот мы видим ток-шоу бесконечные. Кого мы там видим? Кого мы видеть не хотели бы вообще? Беседовать мы с ними не хотели бы. Недавно выбегают один за другим и говорят, Что они полностью согласны с Евгением Ивановичем Назарасенко и так далее. Евгений Иванович Назарасенко – один из героев, несомненно. Повести «Трудно быть богом». Не буду даже называть какого. О нём в четырёх номерах известия были огромные очерки депутата, юриста и журналиста, блестящего Бориса Резника под названием «Мафия моря». Из каковых фактологических очерков как дважды два ясно, что место Евгения Иванович Назарасенко как минимум под следствием. Ну, в качестве подозреваемого. Я не могу выносить натуральный проговор, но в качестве подозреваемого. А он вместо этого становится заместителем председателя Совета Безопасности. Ведает моей безопасностью. Вот в чём проблема. Эта проблема актуализировалась. Что такое наше большинство, от которого зависит, в общем-то, судьба страны при демократии? Ну, хорошо. И тогда появляется некий Румата, который говорит, Нет, большинство неправо, вынимает меч, там, условный какой-то, да, и что-то такое делает. Вот, как вы сказали, были люди, которые брали игру на себя. А сейчас их что, нет таких людей? Нет, я думаю, они никуда не денутся из нашей прекрасной всё же по-прежнему, по потенциалу своему страны. Страна с немыслимым, на мой взгляд, потенциалом. Русский человек безбрежен в своих возможностях в сторону зла и в сторону добра. Вот в этом его, по-моему, смею судить о своём народе как угодно, как полагаю, как каждый, кто является частью этого народа. Поэтому нам стесняться нечего. Вот мы безбрежны, безграничны в обе стороны. О жизненности и актуальности повести братьев Стругацких говорит тот факт, что экранизацией этой книги занялся один из лучших российских режиссёров Алексей Герман. Эти съёмки идут, а некоторое время назад был снят и другой фильм, о котором Борис Стругацкий говорит очень неохотно. Фильм, который был, снимался без нашего участия и против нашей воли. Я хочу это подчеркнуть. Потому что и в те времена мы хотели, чтобы фильм снимался обязательно отечественным режиссёром и лучше всего Алексеем Германом. Нас не послушали, фильм получился барахло. Сейчас я питаю массу надежд. Герман – это замечательный режиссёр, которого я давно знаю и глубоко уважаю. И я думаю, что если кто-нибудь в мире вообще может снять хороший фильм «Потрудно быть богом», то это, конечно, Герман. Вот моя позиция по этому поводу. Но что он там делает? Как он там пытается повернуть? Судя по некоторым его интервью, по телеинтервью и по журнальным интервью, он какую-то интерпретацию выбрал не слишком близкую к романной. Что-то он ищет там, мне не совсем понятно. Но я совершенно уверен, что что бы он там ни снял, это будет замечательно. С повестью «Трудно быть богом» у Алексея Германа длинная своя история. Ещё 30-летним он задумал снимать фильм по этой книге. Подал заявку, как тогда было принято. Получил разрешение от каких-то там киношных властей. Радостный, довольный, уехал на Чёрное море отдыхать перед тем, как взяться за работу. Шёл август 1968 года. Там, на Чёрном море, Герман услышал о вторжении советских танков в Чехословакию. Всё стало ясно. Какая тут, может быть, проблема вмешательства? Какой разговор об этом? Ему так и сказали. Забудьте. Но Герман не забыл об этой затее и возобновил её почти через 35 лет. Для исполнителя главной роли Герман неожиданно для многих выбрал Леонида Ермольника. Я читал «Трудно быть богом» в школьные годы, заставил меня прочесть «Мама». Потом я благополучно за много лет забыл. Помню, что читал с большим трудом. Не понимал, почему мама меня заставила это прочесть. А потом уже Герман мне объяснил, почему мама меня заставила прочесть эту книгу и почему мы к ней возвращаемся. Ну а сейчас вы понимаете это? Да, понимаю, но, наверное, совершенно по-другому. Потому что если когда-то она казалась совершенно такая иносказательная история, сказка, небылица, и надо было увидеть какие-то невероятные параллели, то, на мой взгляд, сегодня, наоборот, время перевернулось. И это как бы вообще всё открытым текстом, всё очень понятно, всё прозрачно и предельно ясно. То есть ваше понимание этой книжки отличается от понимания мамы, да? Да, мама читала эту книжку, потому что об этом нельзя было говорить. Мы сегодня, или я сегодня, читаю эту книжку как просто предмет повседневной необходимости, то, о чём нельзя забывать. Напомню, что на волнах Радио Свобода мы продолжаем программу из цикла «Герои времени». Дон Румата. Центральный персонаж повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Сама повесть очень важна. Много есть что сказать о том, чем она была в то время, как и вообще творчество Стругацких. Думаю, сегодня нам покажет Герман, что такое сегодня. В 60-е там прочитывалось довольно чётко современниками. Ну, во-первых, там занимала большое место борьба со сталинизмом. В прологе герои наперебой острят, и друг другу там видят шутки, говорят, когда враг не сдаётся, его уничтожают, да? Понятно, известная сталинская формула, которую 60-ник прочитывал мгновенно. Или там «Уловим беглых грамотеев». Это уже на планете, куда послан Румата. Грамотный накал тебя. Стишки пишешь – накал. Таблицы знаешь – накал. Говорит какой-то из зверских персонажей. Или такая изящная фраза «Пять розок за невосторженный образ мыслей». Невосторженный образ мыслей советскому человеку был очень-очень ясен. И в то же время у Стругацких существовал совершенно отчётливый, позитивный в рамках шестидесятничества идеал. Вот эти самые посланные на планету земляне… Коммунары. Да, между собой говорят про волшебный город Ленинград, про своих друзей и людей гордых, весёлых и добрых, про дивную страну за морями. Понятно, Советский Союз. Или вы, обращение, вы, ещё не родившиеся мальчики и девочки, перед учебным стереовизором в школах Арканарской коммунистической республики. То есть светлое будущее неизбежно. В этом смысле Стругацкие оставались своими современниками, правда? Ну, я думаю, вот слова коммунары, коммунистические, это, конечно, совершенно необходимое, боюсь, что это просто необходимая цензурь. Там коммунары, я посчитал, вообще три-четыре раза упоминается это слово, не больше. То, что называлось в советской газетно-журнальной практике «паровозик», протащит всё остальное. Трудно быть богом. Ну, это хороший роман в своём роте. Борис Стругацкий. В своё время он сыграл, я бы сказал, большую положительную роль, он стал как бы знаменем интеллигенции, то есть определённых кругов её, конечно. Ну, а сейчас эти идеи стали банальными и плоскими, там ничего нового уже не найдёшь. А как возник сюжет «Трудно быть богом»? Задумывалось это всё как мушкетворский боевой приключенческий роман, но под влиянием исторической обстановки и, в частности, знаменитой встречи Никита Сергеевича Хрущёва с творческой интеллигенцией в Манеже. Ориентиры все в повести подменялись, и мы написали повесть о том, что с этими жлобами ничего не построишь, и ничего вообще не сделаешь, и ничего хорошего нас не ждёт. ПЕСНЯ ПЕСНЯ А были у Руматы какие-то жизненные прототипы? Нет, Руматы – это совершенно выдуманный тип, просто имя. Я уже забыл, что оно означает по-японски. Аркадий Натанович где-то изблёк это имя. Оно нам очень нравилось. Когда мы ещё ничего не писали и были совсем молодыми людьми, мы очень активно играли в этого Румату. Румата был герой. Румату Аркадий Натанович представлял как сына Тарзана. Я даже хотел о нём писать специальную повесть, но ничего не написал. Но само имя сохранилось, и когда у нас появился подходящий, как нам показалось, герой, мы назвали его Румата. Как по-вашему, кем и чем мог бы стать Румата, окажись он в реальной российской жизни? Вот в трёх её эпохах. Вот тогда в 60-е, потом во времена так называемого застоя и вот в сегодняшней России. Вы знаете, я этого не представляю и представить не могу. Румата – это порождение определённого мира, мира несуществующего, но довольно хорошо продуманного. В этом смысле он, так сказать, литературно реален. Но он недостаточно реален для того, чтобы жить и действовать в наших мирах, будь то мир 60-х или будь то мир сегодняшний. Ну, что бы сделал Вронский, оказавшийся в наше время? Он был бы совсем другим человеком, согласитесь. Гвардейского поручика, кажется, поручик был. Что его было здесь делать в стране жлобов? Но по Вронскому нельзя делать жизнь, а по Румате делали жизнь. Пожалуй, по Румате и ещё по героям понедельник начинается в субботу. Действительно строили характеры, жизнь 60-ники, да и последующие поколения. А вот сейчас, ну вот так себе вообразить, чему может научить Румата сегодняшнего российского человека? По Румате жизнь сделать нельзя. Эта фигура, безусловно, трагическая, сумрачно трагическая и поэтому привлекательная, особенно для молодых людей. Но вряд ли кто-нибудь делал по Румате жизнь. Ну, разве что кто-то учился фехтовать двумя мечами. Румата мне интересен. Румата мне любопытен. Леонид Ермольник. И если я сейчас скажу, что я до конца понимаю этого человека и, так как принято говорить у артистов, нашёл зерно роли и могу жить в его обличье и в других ситуациях, скажем, не те, которые описаны в книжке, а считать, что артист владеет ролью, если он в любой ситуации может быть. Сегодня идём в ресторан, и я буду Руматой. Или мы идём на футбол, и я буду Руматой. До такой степени, наверное, нет. А там как бы и трудно из того материала, который предложен, себе его нафантазировать. Он достаточно плакатный у Стругацких. Он достаточно искусственно созданный. Это мечта о том, каким должен быть человек, каким должен быть герой. И там очень многих нюансов нету. Быть таким человеком, как Румата, наверное, невозможно. Потому что в нас примешано такое количество нюансов, которые нас меняют, мы по-другому реагируем. Румата немножко памятник. Памятник, который нужно сыграть, вот если совсем коротко. Мы, слава тебе Господи, живём в 2000-каком-то там году. Румата вообще имеет место какое-то? Или это чисто исторический экскурс? Нет, это не исторический экскурс. Это то, ещё раз повторяю, о чём сегодня забывать нельзя. Румата — человек, созданный из ощущений, пониманий и в результате воспитания, от того, что у него такая кровь. Он иначе поступать не может. И там как бы все сцены, ведь всё достаточно коротко и всё очень плотно. И мы видим, как он поступает в каждой конкретной ситуации, что его, что не его. Он такой антигерой, но это естественно, потому что антигерой, но уже сейчас в сочетании с тем, что делает Герман. Это не рыцарь, размахивающий мечом, и от этого такой красивый, и в него должны влюбляться. Это человек, который бесконечно сомневается, боится и того, что происходит вокруг, и боится себя, и принимает ужасно трудные для себя решения, когда никак иначе он поступить не может. Но это не потому, что он к этому шёл всю жизнь или мечтал об этом. Нет. Это от того, что человек по-другому поступить не может. Конечно, он идеализированный. Конечно, так трудно поступать. Это абсолютно такая хрестоматия того, каким надо быть. А вам бы хотелось быть таким, как Ромата? Нет. Нет, не хотелось. Почему? Потому что я знаю, что я таким быть не могу. Что бы я с собой ни сделал. Потому что в жизни намного больше компромиссов, провокаций. Жизнь не даёт поступить так, как поступает Ромата. Там вычлены какие-то вещи, и не обращается внимания на нюансы. Там есть как бы белое и чёрное, или не знаю, красное и синее. Хотя у нас кино чёрно-белое. Вот белое и чёрное есть. И нюансов там мало. Если эти нюансы и можно прочесть, то это если у Германа получится, и он меня спровоцирует, то это можно найти только в глазах. Человек всегда сомневается. И Ромата в том числе. Но этих сомнений в настоящей жизни, у настоящего теплокровного человека, намного больше. И решения принимаются намного труднее, чем у Ромата. Я думаю, что Герман как раз и переводит эту книгу на язык сегодняшнего дня. Потому что у нас страшнее, жёстче, без церемонии. Говорит «Радио Свобода» программа из цикла «Герои времени». Дон Ромата Эсторский из «Повести братьев Стругацких». В передаче принимают участие писатель Борис Стругацкий, актёр Леонид Ермольник, культуровок и общественный деятель Мария Точудакова. Ведущий Пётр Вайль. Голосовой помощник «Радио Свобода». Привет! Это Маруся. Хорошие новости? Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула». Просто скажите «Маруся» в ключи «Радио Свобода». Свобода становится ещё ближе. Какую Россию мы оставим нашим детям? Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и всё. Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам. Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, и от кого не зависело, чтобы... Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно всё воплотить. Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях, ну и чтобы мир был самый главный на Земле, на нашей, особенно в России. Радио Свобода. Глушить уже поздно. В эфире архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Герои времени. Румата. Нет, я не знаю, что такое серость, строго говоря. Ну как, вас же травмируют вот эти самые ток-шоу. Меня травмируют, но я не уверена, что серость господствует в моей стране. Я в этом не уверена. Хотя я её полно вижу. А почему же она на поверхности тогда? Вы посчитайте мою точку зрения романтической, но она во многом от того, что интеллектуалы давно себе сказали, вслед за Стругацкими по-своему, что Моисей столько, 40 лет водил, он мне должно пройти много поколений. Вы знаете, сколько их академиков я это слышала? Я член такого любопытного российского клуба европейских академиков. Там замечательные люди, академики. Все в своей профессии приказаны. Попробуй с ними заговори на политические темы со многими. Это святых выноси. Они все тоскуют по советской власти, там прочее, прочее. Потому что хорошо было, там прекрасно материалы для экспериментов поставляли. Прямо непосредственно из КГБ, как известно, ну и так далее. Не знаю, я думаю, что бездеятельность в общественном смысле... Вот романтически звучат мои слова, повторяю. Может быть, шестидесятничным попахают, хотя я к ним себя не отношу. Некоторая бездеятельность и такое, ну уж как в нашей стране, ну что, это должно сто лет пройти, чтобы что-то получилось, а то и двести. Мне и самой иногда так кажется, но я думаю, что если... Все так будут говорить, так оно и будет. Солженицын когда-то ясно показал, что один в поле воин. Я уверена, что без Солженицына Горбачева бы не было. Понял, что один человек что-то может сделать. Понимаете, если все так будут думать, то ничего не будет. Знаете, я от таких замечательных людей слышала с горем, что да нет, ну что вы, почему интеллигент должен заниматься там каким-то там городом, ездить куда-то кому-то, что-то такое помогать. Я говорю, почему Чехов делал, Толстой делал, а почему мы такие гордые? Понимаете, мне кажется, что во многом интеллектуал, ну это любимая фраза, что политика грязное дело, любимая фраза 80-х, 90-х, любимая фраза, чума на оба вашей дома. Я всегда спрашивала, а ваш дом где? Это неправда. Чума на вашей дома одна из самых нелепых фраз. Никогда так не бывает. Но сколько людей повторяли? Вы ведь слышали ее, Петр? Конечно, многократно. Это такая отмазка. Так вот почему серые на поверхности. Их должны были, извините, возглавлять, употреблю тоже романтическое слово, как раз интеллектуальные люди, которые уже продумали какие-то вещи про судьбу своей страны. Мне кажется, что они с какого-то момента снова бросили про нее думать, как не думали. И в 60-е, 70-е, потому как незачем было. А потом подумали-подумали некоторое время и вновь махнули рукой. Потому что когда посмотришь на физиономию Назаратенко на телевидении, действительно, в общем-то, думаешь, я бы хотела видеть его сквозь клеточку. Действительно. И мне, конечно, становится тоже грустно. Но это как пример. Его можно с маленькой буквы называть. Я понимаю. Сколько людей мы видим по телевизору, их надо видеть только сквозь клеточку. Ну, хотя бы как подозреваемых. Герои Времени. Румата. Передачу подготовил и ведет Петр Вайль. Впервые в эфире 9 ноября 2003 года. В эфире Радио Свобода. Программа из цикла Герои Времени. Румата. Дон Румата Эсторский. Из повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». В передаче принимает участие Борис Стругацкий, Леонид Ярмольник, Мария Эта Чудакова. Ведущий Петр Вайль. Алексей Герман рассказывал мне, как долго и трудно искал исполнителя главной роли, роли Руматы. И выбор сделал, когда претендентам на эту роль предложил произнести фразу «Сердце мое полно жалости». Это, может быть, самая ключевая фраза во всей повести братьев Стругацких. Вспомним, Румата не имеет права вмешиваться в чужой исторический процесс. Но, видя творящийся вокруг безобразие, он все-таки берет меч. Он не может самоустраниться, потому что сердце его полно жалости. И Герман говорил, что именно Леонид Ярмольник произнес эту фразу так, что стало ясно, лучшего исполнителя он не найдет. Этический выбор, моральный выбор, правильность и возможность морального выбора. Насколько эта проблема важна для самого Леонида Ярмольника? Наверное, это самое главное. Но то, о чем вам сказал Герман, что вот эта фраза ему показалась настолько точной, мной произнесенная, там есть вторая половинка фразы еще. «Сердце мое полно жалости» — это объяснение. А главное в этой фразе — «я не могу этого сделать». Я не могу этого сделать. И в этом как бы талант Стругацких и такой перевертый, потому что «я не могу этого сделать» — это в смысле «я не могу оставаться в покое», «я не могу на это не реагировать», «я принимаю решение вмешаться». То есть он не может соблюдать те инструкции, которые ему даны. «Сердце мое полно жалости», потому что потерял то, что не имеет межгосударственных границ или межпланетных, если говорить на языке этой книги. А он не может позволить, чтобы все происходило так, как произошло в дальнейшем. И для вас лично вообще этический выбор важен в жизни? Важен, конечно, конечно. Во всяком случае, если мы сейчас говорим о том, как бы поступил я, я Леня Ермольник, а не артист, играющий «Рума», то я бы поступил абсолютно так же. И хочу сказать, что поскольку мне уже не 20 лет, а достаточная часть жизни прожита, я, наверное, много раз в жизни так и поступал, и никогда об этом не жалел. Ненависть в бочках набухших томится, ненависть нас задаенно бурлит, ненависть потом сквозь кожу сочится, головы наши палит. Погляди, что за рыжие пятна в реке, зло решило порядок в стране навести. Рукояти мечей холодеют в руке, и отчаяние бьется, как птица в виске, и заходится сердце от ненависти. Ненависть! Юным уроды и длится, ненависть бросится из берегов, ненависть жаждет и хочет напиться черною кровью врагов. Да, нас ненависть в плен захватила сейчас, но не злоба нас будет из пленависти. Ни слепая, ни черная ненависть в нас, свежий ветер нам высушит слезы у глаз. Справедливой и подлинной ненависти. Ненависть! Эй, переполни на чаша, ненависть требует выхода, ждет, Но благородная ненависть наша рядом с любовью живет. Ненависть! 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 Книги пишут писатели, но чтобы книга стала общественным явлением, необходимо соавторство писателей с читателями. Об аудитории Стругацких Мария Точудакова. Адресат, на мой взгляд, у них был конкретный адресат в Стругацких. Это был человек технической профессии. Технарь, как мы называли, от физика, теоретика до металлоконструкциями занимающихся. Они очень резко отличались от гуманитария в тем, что у гуманитария в жизни был выбор внутри своего дела. Он мог употреблять слово «коммунар» для того, чтобы паровозиком пройти. Мог? Нет. Извините за личный пример. Я и все мои друзья не могли этого. Для нас обесценивалось, сам текст обесценивался. Если одно слово такое, если процитировать Ленина, то всё кончено вообще. Тогда неинтересен этот никому, не должен порядочному человеку быть интересен этот текст. У технаря был выбор только между своим делом и каким-то участием в том, что происходит, ценой нередко возможной потери своего дела. Пример Сахара тут, так сказать, очевиден. Большинство из них, подавляющее, приняли остаться в своей профессии. Я не раз читала лекции перед физиками разнообразными, атомщиками. И иногда были очень тяжёлые моменты. В Троицке там какие-то жуткие были атомные штуки, я не знаю до сих пор, какие, недалеко от Москвы. И там развалясь один технар, значит, говорит, когда будет издано середина 70-х, глухое время, начало 70-х даже. Когда будет издано собрание сочинения Булгакова? Я прямо, можно сказать, внутренне вся горю, не пойму от чего. И говорю ему, это вы меня спрашиваете? Вы меня спрашиваете? Вы, меня. А мне не надо. Я, между прочим, читала всего Булгакова. Это ведь вам надо. Вы и должны его добиваться, собрание сочинения. Вы должны сказать власти, это я дословно цитирую, вы нам и сдайте собрание сочинения Булгакова, а то мы не будем вам делать вот эти штучечки, показала руками к их большому удовольствию. Вам есть чем давить, нам, гуманитариям, нечем давить. Ответь им было нечего. Вот это был мой взгляд на них, извините. Они не делали того, что могли бы делать. Они боялись потерять что-то большее. Вы считаете, что Стругацкие обращались именно к ним, да? Я думаю, почему? Это хорошо видно. Потому что они описывали то могущество интеллекта, которого совершенно в реальной жизни не было. Тогда даже в 70-е годы особенно. С особенным садизмом власть везде сажала дураков, непрофессионалов, идиотов, потому что до этого все-таки профессионалы. Пусть плохие, но профессионалы были во главе всяких там заведений. Я уверена, что, среди прочего, здесь было бессознательный, телеологический расчет, подавление наше еще больше, внутреннее, чтобы мы впали в полную пространцию, подавить любые силы сопротивления. Если уже ты сидишь под таким идиотом, то у тебя руки опускаются. Отсидеться или выступить? Так можно сформулировать главную коллизию книги Стругацких. Самоустранение или вмешательство? Этот вопрос ставился как на тактическом, повседневном уровне, так и на стратегическом, историческом. На современников повести произвела большое впечатление постановка проблемы у Стругацких. Не стоит лезть в чужой исторический монастырь со своим уставом, как бы устав этот ни был хорош. Таков урок Руматы. Борис Стругацкий. Сама по себе идея в то время была достаточно новая и свежая. Я не спорю. Как вы сами сейчас относитесь к этой идее? Я с ней совершенно согласен. Ведь трагичность Руматы все заключается. Это были люди, представленные нами, но, я думаю, и реально существующие во все времена тоже. Люди, которые, с одной стороны, не могли равнодушно взирать, как история перемалывает с хрустом, и с чваканем, и с кровью перемалывает миллионы людей, а, с другой стороны, совершенно не в силах будет что-нибудь изменить в этом порядке вещей. Руматы – это представитель того поколения, фантастического поколения людей, которые вдруг получили реальную возможность этот порядок изменить. Они были подобны бодам по своим силам, по своим возможностям. И тут выяснилось, что изменить никакими силами ничего нельзя, что история должна быть пройдена от А до Я, и всякая попытка вмешательства в нее только увеличит количество крови и страданий. Равнодушно смотреть на это он не может, сердце его полно жалости. А вмешаться опасно, страшно и безнадежно плохо. Вместе с совсем прогрессивным обществом советских 60-х братья Стругацкие отчаянно боролись с мещанством. Мещанство был тогда основной враг, и ему предавались различные черты. Для Стругацких это были люди, которые думают только о себе. В повести есть социальный трактат. Он резко выделяется во всей повествовательной ткани, книге. Страницы две, посвященных вот этой самой серой массе. Они были пассивны, жадны и невероятно фантастически эгоистичны. Они были слишком пассивны и слишком невежественны и так далее. На двух страницах не меньше шести-семи раз употребляется слово пассивность. Вот это было самое главное. Стругацкие писали, можно поселить их в самых современных спектроглассовых домах и научить их ионным процедурам. Все-таки стругацкие фантасты. И все равно по вечерам они будут собираться на кухне, резаться в карты и ржать над соседом, которого лопит жена. Как любопытно, что вот это описание почти соответствует современному идеалу прайвеси, то есть частной жизни. Не трогайте нас, государство. Не трогайте нас. Мы сами обойдемся. Мы будем сидеть у себя на кухне, резаться в карты. И это не ваше дело. Говоря патетически, мы из-за этой ненавки вещался, можно сказать, о России погубили. Мария Та Чудакова. Почитайте статьи блока предреволюционной. Больше всего ему не нравится, что сидят под абажуром. Конечно, не он виноват революции, как говорится, но что у нас была атмосфера такая, которой прекрасно воспользовались большевики, что это плохо сидеть под абажуром, канарейки, канареечный быт и так далее. Тогда врагами Стругацких были мещане. А сейчас? Вы знаете, уже острота восприятия мира сильно поубавилась. Сейчас нацисты, конечно, и авторитаристы, люди, которые пытаются свернуть нас с общеевропейского, с естественного пути, пытаются свернуть нас на особый путь. Вот эти люди особенно отвратительны. Отвратительны своими убеждениями, отвратительны своими намерениями. Вообще отвратительны. Националисты, псевдопатриоты, с большой неприязнью к современным коммунистам. Не потому, что они исповедуют какие-то далекие от меня принципы. Может быть, многие из их принципов мне и подходят. Но именно потому, что они пытаются сочетать коммунистические, чисто европейские принципы с принципами азиатскими, скидскими и ретроградными. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» мы продолжаем программу из цикла «Герои времени». Дон Румата. Центральный персонаж повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Жвобы – это не только власть, но и те, кто ее поддерживает массой, так сказать. Мариэта Чудакова. Которая предполагается, что ее поддерживают, хотя все это достаточно сложно. Вот их формула, может быть, главная социально-этическая формула книги. Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные. А это безнадежно, правда ли? Ну, получается так. А хотя на самом деле вся жизнь в России бесконечно сложнее, и проблема большинства бесконечно сложнее и так далее. Когда действительно смотришь, я говорю, вот я смотрю эти ток-шоу. Вот если бы я так осталась на этом плоском уровне, не ездила сама достаточно по России, не видела множества чего, то я бы сказала, боже мой, какой все-таки ужас, в каком смраде мы живем. Думаешь, да что же это такое за люди такие? Это же мои соотечественники. А что же тогда происходит? Во времена Стругацких эта формула, там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные, у очень немногих людей вызывало сомнения. Всем так и казалось. Но сейчас мы же тоже не можем сказать, что так невероятно повысился моральный или интеллектуальный уровень общества. Между тем, эта масса привела к власти Ельцина. Он покончил советской властью. Значит, серость это нормально? Нет, я не знаю, что такое серость, строго говоря. Ну как, вас же травмируют вот эти самые ток-шоу. Меня травмируют, но я не уверена, что серость господствует в моей стране. Я в этом не уверена. Хотя я ее полно вижу. А почему же она на поверхности тогда? Вы посчитайте мою точку зрения романтической, но она во многом от того, что интеллектуалы давно себе сказали, вслед за Стругацкими по-своему, что Моисей столько, 40 лет водил, он, мы, должно пройти много поколений. Вы знаете, скольких академиков я это слышала? Я член такого любопытного российского клуба европейских академиков. Там замечательные люди, академики, все в своей профессии приказаны. Попробуй с ними заговорить на политические темы со многими. Это святых выноси. Они все тоскуют по советской власти, там, прочее, прочее. Потому что хорошо было, там, прекрасно материалы для экспериментов поставляли. Прямо непосредственно из КГБ, как известно, ну и так далее. Не знаю, я думаю, что бездеятельность в общественном смысле, вот романтически звучат мои слова, повторяю, может быть, 60-ничным попахивают, хотя я к ним себя не отношу. Некоторая бездеятельность и такое, ну уж как в нашей стране, ну что, это должно сто лет пройти, чтобы что-то получилось, а то и 200. Мне и самой иногда так кажется, но я думаю, что если... Все так будут говорить, так оно и будет. Солженицын когда-то ясно показал, что один в поле воин. Я уверена, что без Солженицына Горбачева бы не было. Понял, что один человек что-то может сделать. Понимаете, если все так будут думать, то ничего не будет. Знаете, я от таких замечательных людей слышала с горем, что да нет, ну что вы, почему интеллигент должен заниматься каким-то там городом, ездить куда-то кому-то. Я говорю, почему Чехов делал, Толстой делал, почему мы такие гордые? Понимаете, мне кажется, что во многом интеллектуалов... Ну, это любимая фраза, что политика грязная идея, любимая фраза 80-х, 90-х, любимая фраза, чума на оба ваши дома. Я всегда спрашивала, а ваш дом где? Это неправда. Чума на вашу дома одна из самых нелепых фраз. Никогда так не бывает. Но сколько людей повторяли. Вы ведь слышали ее, Петр? Конечно, многократно. Это такая отмазка. Так вот почему серые на поверхности. Их должны были, извините, возглавлять, употреблю тоже романтическое слово, как раз интеллектуальные люди, которые уже продумали какие-то вещи про судьбу своей страны. Мне кажется, что они с какого-то момента снова бросили про нее думать, как не думали, и в 60-е, 70-е, потому как незачем было. А потом подумали-подумали некоторое время и вновь махнули рукой. Потому что когда посмотришь на физиономию Назаратенко на телевидении, действительно, в общем-то, думаешь, я бы хотела видеть его сквозь клеточку. Действительно. И мне, конечно, становится тоже грустно. Но это как пример. Его можно с маленькой буквы называть. Сколько людей мы видим по телевизору, их надо видеть только сквозь клеточку. Ну, хотя бы как подозреваемых. Получается, что тогда они страшно боялись вот этой самой серой массы и думали, что она приведет к катастрофе. А сейчас мы полагаем, что эта серая масса и должна составлять большинство общества, потому что таковы законы существования общества. И не надо ее трогать. Пусть она действительно смотрит телевизор и играет в карты или домино. Нет, я бы не сказала, что не надо трогать. У них у всех дети, у этих людей. Мы должны помогать расти новому поколению. Я совершенно не считаю, что книгами, выступлениями. Я вот сейчас вообще детскую поиск написала в связи с этим. Почувствовала, давно почувствовала долг. Но это так. Все-таки чувство долга существует, да? Чувство долга? Да. Я не знаю, может, у кого не существует. Но я знаю множество людей, у которых оно существует. А как без чувства долга? Не могу себе представить этого. Румата говорит, сердце мое полно жалости, я не могу этого сделать, да? Вот эта комбинация. Я не могу это сделать, потому что сердце мое полно жалости. То есть это эмоциональный выбор. Все-таки мотив эмоциональный. Ваше чувство долга, оно каково? Оно от того, что сердце полно жалости? Тут надо очень, между прочим, очень взвешивать все эти вещи. Жалостью невозможно. Там иногда старушке не подать, поскольку она там на двух костылях и прочее. Мне все равно, кто у нее заберет эти деньги. Важно, что ей все равно плохо. Но вообще, понимаете, мне кажется, я сейчас выскажу в наших пределах, в пределах российских, крайне крамольную вещь, что Достоевский своей слезинкой ребенка достаточно отравил по неволе. Он не виноват в этом, конечно. Но что мы сделали с этой слезинкой ребенка? Сколько раз ее повторяли? Отравили умы достаточно. Увы, без страданий многих людей не получается построить что-то. И в этом нет ничего кощунственного в этих самых словах. Поэтому я думаю, что те, кто ввели реформы, увы, которых сейчас все оплевывают, да, может быть, им не хватало жалости. Я соглашусь с этим. Но если бы ими только руководила жалость, им бы не удалось бы этого сделать. Потому что есть вещи, которые необходимо делать в экономике, в социальных вещах. Понимаете, куда-то страну переломить и везти. Надо было что-то переломить. Ну, например, пожалуйста, мы с вами знаем прекрасно половина, минимум половина нашего производства советского было бессмысленно. Никто не покупал эту текстильную промышленность, эти результаты, никто не покупал эту обувь и так далее, и так далее. Так, когда их закрыли, множество людей оказалось на улице. Что, не надо было закрывать? Надо было по-прежнему платить им два раза в месяц зарплату ни за что. Они работали, нельзя сказать ни за что. Ну, и так далее, и так далее. Начать не кончить. А закрыть надо было, выкинуть, увы, выкинуть временно на улицу. Ну, надо было все равно что-то с ними пристраивать. Конечно, придумывать, как их пристроить. Об этом, может быть, мало думали, но... Так что, я бы сказала, в чувстве долга должно сочетаться. Жалость, эмоциональное чувство и глубоко рациональное. Упадут сто замков, и спадут сто окоп, и сойдут сто потоп, С целой грудой веков, и польются легенды из сотен стихов Про турниры, осады, про вольных стрелков. И к знакомым мелодиям ухо готовь, И гляди понимающим оком. Потому что любовь – это вечно любовь, Даже в будущем вашим далек. Звонка лопалась сталь под напором меча, Тетива от натуги дымила. Читатели Стругацких – это понятие было социальной категорией. Именно потому, что они были самой активной и образованной прослойкой советского общества, К ним и можно предъявлять претензии, задавать вопросы, Что делает Мария Точудакова. Было большое утешение для интеллектуалов, Что если вообще интеллектуалы и до этого гибли в безвестности, в лагерной тьме, А тут они как бы успевали объявить себя на страницах печати. Это поддерживало дух интеллигентов, живущих в своем Отечестве, где интеллект попирался. А в то же время не перегорало ли в этой радости узнавание в аллюзиях на нашу неудобописуемую реальность Сама психологическая готовность к будущему созидательному действию? Не растворял ли скепсис безбрежный? Разве здесь может что-то быть порядочное? Вот эту личную задачу растворял ли этот скепсис, личную задачу ума и воли, Построение того положительного мирового созерцания, которое нам потом в начале этой перестройки Очень понадобилось, а его, между прочим, не оказалось. Оказалось, что люди не думали об устройстве, которое придет на смену, когда кончится советская власть. Оказалось, люди настолько в это не верили, а их учили не верить. Может, отчасти, отчасти помогали не верить. Может быть, и замечательные, талантливые люди Стругацкие. Потому что именно они показывали, с этими жлобами все равно ничего не сделаешь, Здесь ничего не получится, мы будем идти свой путь, неизвестно когда, может, вообще тысячи лет. Это даже, я думаю, еще шире. Это вопрос скептического мышления и иронического стиля. Что, конечно, тупиково. И вы абсолютно правы, это проявилось в начале перестройки. Вы помните, как хлынула какая литература? Торжество иронии. До сих пор продолжается в известной степени. В известной степени продолжается. Никак в иронии не могут остановиться, вы правы. Хотя совершенно ясно, что ирония тупиковая, она никуда не выводит. Она замыкается сама на себе. Скептичес был еще жестче, еще обсказывался сильнее, деструктивнее. Во-первых, никто, а в первую очередь технарии, но и гуманитарии, не верили в момент перестройки, что это куда-то поведет. Это щелка, которая скоро захлопнется. Я думаю, что сильно действовал феномен оттепели. И, мало того, лингвистика. Потому что, как вы хорошо знаете, ни во французском, ни в английском нет в слове оттепель этого оттенка, а что потом заморозки. Так вот это действовало, что вот снова оттепель. Никто не верил. Боже мой, сколько я людям говорил, все, кончилась. Кончилась эпоха. Только она вот не сразу кончится, но вот уже все, все, та не будет. Ну что вы, знаем мы все это. Поэтому время теряли зазря. Обращение Стругацких к ИТРам проявляется и в рационализме. В рационализме того же Руматы и пославших его людей. Есть предположение, что все можно расписать, что все можно предусмотреть, все можно рассчитать и действовать по какой-то программе. Но тут и некая художественная сила, которая заставила Стругацких заставить Румату сделать моральный выбор. То есть пойти против рациональности. Значит, мы что здесь имеем? Победу художественности над рационализмом. Возможно, это всегда совершается. Человек, когда начинает писать, ясное дело, он потом не знает, куда это его занесет. Я встречала интересных представителей, их читателя, я бы сказала. Один, хотя он был лингвист, лингвист с мировым именем, известнейший, но он был по складу своему технаре абсолютный. И вдруг говорит такую фразу, кто бы сейчас отказался от власти? Мы, значит, с Александром Чудаковым сказали, подожди, ну вот мы, наверное. А как это отказаться от власти? Я говорю, ну, очень много неразначимых вопросов. Первый вопрос задаю тебе на засыпку. Что бы ты делал со всеми работниками КГБ? Он сказал, ну, расстрелять, конечно, всех. Так, мы тогда хором сказали, ну, тогда нам с вами не по пути. Я помню, это, я думаю, самый конец 70-х или начало 80-х годов. В Нью-Йорке на какой-то конференции, где были собраны разные волны эмиграции, кто-то вот сказал, а вот как быть в новой будущей свободной России с членами Коммунистической партии. И сидевший там довольно известный писатель, общественный деятель Роман Гуль, представитель первой эмиграции, спокойно очень сказал расстрелять. Помню, Павел Литвинов, опешивший и рот разденувший, сказал, Роман Борисович, но их 15 миллионов. Роман Гуль сказал, ну и что? Но не все, оставаясь живыми, в доброте сохраняли сердца, защитив свое доброе имя от заведомой лжи подлеца. Хорошо, если конь закусил у дела, и рука на копье поудобней легла. Хорошо, если знаешь, откуда стрела, хуже, если по-подлому из-за угла. О будущем во времена Стругацких имелось, если не вполне определенное, то все же более внятное представление, чем сейчас, даже если теперь оно кажется нам наивным. Что думает о будущем и о некоем особом пути России, о котором говорят так часто, Борис Стругацкий? Я думаю, что это бред с овощей. Никакого особого пути у России нет. У России здесь своя, если угодно, предыстория. Но она тоже не слишком сильно отличается от предыстории европейских, скажем, народов. А если отличается, то просто сроками. Мы оказались в состоянии перезрелого феодализма. Когда во всем мире феодализм уже кончился, а у нас он расцветал махровым цветом. Россия пройдет именно по этому протаренному пути. В этом нет немалейших сомнений. Может быть, опять задержавшись на время очередного приступа авторитаризма, а может быть, без такой задержки. Но пройдет именно по этому пути, чтобы кто бы ни говорил. На этом мы заканчиваем программу из цикла «Герои времени», в которой попытались не столько выяснить, сколько поставить вопрос, актуален ли для нынешней России Румата, герой повести братьев Стругацких «Трудно быть Богом», который покорил воображение ни одного российского поколения. В передаче принимали участие писатель Борис Стругацкий, актер Леонид Ермольник, культуровок и общественный деятель Мариетта Чудакова. Режиссер Марина Смирнова, автор ведущей программы Петр Вайль. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Теперь радио «Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм». Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы радио «Свобода» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...